Весна, а витаминоз, когда погода так переменчива и все вокруг чихает, мамы начинают пичкать детей витаминами, пробиотиками, иммуномодуляторами. А нужны ли они? И, кстати, работают ли? Узнаем у аллерголога-иммунолога детской областной больницы Татьяны Иваньковой. Татьяна Георгиевна, мы только спросить. Заходите, пожалуйста, присаживайтесь. Татьяна Иванькова, аллерголог-иммунолог Брянской областной детской больницы, врач высшей категории. Как помочь часто болеющему ребенку не болеть, если это волшебная таблетка, скажем так? Не существует, конечно, и каждый это знает, и все силы иммунитета будут зависеть от истинных первичных иммунных сил, которые у него есть и даны ему по рождению. И проверка подобного ребенка, часто болеющего, она, как правило, упирается в понятие посещения детского сада. Вот посещение детского сада как раз нам ответит на вопрос, как он способен часто болеть. От 4 до 6 раз в год тренировка иммунитета вирусом. Это даже нормально, но если подумать 6 раз в год, а это будет каждые 2 месяца, это тоже как бы с нашей стороны часто. Поэтому берется за основу 4 раза в год. Как готовить ребенка? Это рациональное вскармливание детям до 1,5-2 лет молочные детского питания, которые как раз и отвечают потребностям формирования, всасывания того белка, который пойдет на иммунитет. Вот с этого все начинается. А дальше? А дальше защита, как у всех, как при ковиде. Виферон гель в нос, гриферон в нос. Это вот один из хороших вариантов. Но только изначально первичный его иммунитет должен быть подготовлен. Весной всегда как-то считается, что не хватает витамина, не хватает солнышка и так далее. Иммунитет, все считают, что он падает. Это действительно так? Нужно его как-то поддерживать? Многое зависит от микрофлоры, и в том числе кишечника. А как известно, весной пробуждение, да, все, что хотите. Ну, вот так вот кишечник, природа никто не отменял. И вот эта перестройка микрофлоры в кишечнике, она может, как-то сказать, привести к уязвимости, что как бы называют, вроде бы не хватает витаминов. Рациональное питание, да, дополнительно витамины нет. Если как бы относиться к понятию витамина обязательно, то витамин D прием не только весной и для детей маленького возраста, но и круглогодичный, как рассматривается, как витамин-гормон, скажем так. Вот это бы вот, на это прям бы упор взялось. В отношении свежих фруктов, ну да, хорошо, не вопрос, никаких проблем нет. Но вот так вот конкретно, опять же, понятие и такой постулат, там, 70-х годов, вот тебе аскорбинка, вот тебе ревит, нет. То есть из витаминов, вы считаете, нужно дополнительно давать только витамин D? Нужно ли предварительно делать анализ? Нет, не обязательно. Есть профилактическая доза, есть доза, которая известна всем, 500 тысяч или миллион, или взрослым 2 миллиона. Нет, не обязательно. Как вы относитесь к тем самым обогащенным бифидобактериями и различными всякими полезными бактериями, молочным продуктам для детей? Они нужны? В каждом молочном продукте детского питания, детского, повторюсь, питания, там это заложено. В кашах детского питания тоже самые заложены пробиотики. Конечно, если есть клинические проявления расстройства пищеварения, то одних пробиотиков будет мало, хотя основу лечения будет составлять именно вот детское питание, обогащенное пробиотиками. Но тут уже другой специалист, гастроэнтеролог, еще какую-то дотацию лечебную дает. Что касается более старших детей, нет, до такой степени, чтобы мы их акцентировали на молочные продукты с пробиотиками, нет. Но сейчас мы говорим прежде всего о здоровых детях, которым достаточно правильно питаться, и, в общем-то, они будут здоровы и готовы ко всему. А что делать родителям тех детей, которые все-таки достаточно часто болеют? Как вот говорят, два дня сходил в садик, опять заболел, там, две недели лечится, опять три дня сходил, опять заболел. Что делать им? Ну, это достаточно большая когорта детей, у которых впервые выявляется дефицит иммунитета. И вот так вот просто наблюдение, выжидание со стороны педиатра – это мало. Обычно этот ребенок с необходимыми, ну, там, скажем, перечнем анализов для консультанта, он приходит к нам, ну, например, в детскую областную больницу, чаще им занимается иммунолог. Но просто одни анализы нас не удовлетворяют. Это надо иметь еще к этому состояние носоглотки, то есть лор-врач должен посмотреть. Это должно быть понятие тщательности переваривания, то есть консультация гастроэнтеролога. Это вот обязательно. И вот на этих заключениях строится тактика иммунолога. Исследуются все параметры, сопоставляются все данные, и тогда ищется очаг, либо это слабое горло, либо это у ребенка не хватает определенных реакций в иммунитете, для которых надо обязательно какую-то дотацию. То есть он попадает в руки иммунолога в детской областной больнице, где у нас абсолютно, вам скажу, бесплатно и смотрится иммунный статус, дальше делаются выводы и углубляется уже обследование. Или наоборот, доктор убеждается, что частота простудных заболеваний не нанесла урон иммунитету. И за счет этого уже выбираются препараты РИБА, защита слизистых носов, ЗИЛА, и, например, даются курсы противовирусных препаратов заранее, набирая такую прок защиту. А часто ли такое бывает, что к вам приводят ребенка, который бесконечно кашляет, у него насморк и так далее, а на самом деле это все не простуда, а аллергия? Или усугубляет это состояние, или вызывает это состояние? Поняла. Если история аллергическая в семье существует от родителей, то, конечно, любое простудное заболевание оживит вот это настроение аллергическое. Здесь надо, конечно, разобраться. Но чаще всего к аллергологу приходят те, кто длительно кашляет без всякой аллергической истории за плечами. Мы тоже разбираемся, потому что иногда стартово, может быть, вирусы очень любят, как бы в организме вот этот акцент аллергии сделает, ну, на слизистую. И бытовая аллергия окружающая нас тут как тут, вот этот вот комплекс на поверхности слизистых потом в последующем аллергию дыхательных путей может дать. Но прогноз у нее более благоприятный, так как генетический от родителей, она не поддержана. Поэтому такие детки у нас, конечно, есть, и мы их лечим. Вовремя подобное лечение не позволит бытовым аллергенам зафиксироваться на поверхности и привести к аллергической болезни дыхательных путей. Как родители могут заподозрить, что кашель, ренит у их ребенка может иметь аллергическую природу? Аллерген не может попасть. Вот так вы идете там по улице, и в рот налетел аллерген. Он сначала фиксируется на слизистой носу. И простой лор, слизистую виду определенного цвета, характерного только для аллергии, это является дифференциальным признаком различия. Лор видит слизистую аллергическую, мы лечим это и уже с поля зрения ребенка не выпускаем. И в течение, например, полугода за ним еще поглядываем, и если есть повторные случаи, делаем аллерготрогу. Еще из советских времен есть лозунг «Если хочешь быть здоров, закаляйся». Ну и скажите, как же закалять детей, которые всегда болеют? Никак. Есть два типа. Вегетативная нервная система. Один будет обливаться холодной водой и от радости только удовольствие. А другой будет нет. Вот это вот разные вещи. И просто так всех подряд прийти и закалять нельзя. Только тому пойдет на пользу, кто будет делать это с удовольствием. Кто, кто не хочет, останутся одни прогулки на свежем воздухе. Да. Или там проветривание спальни. Спасибо за беседу. Да, пожалуйста, будьте здоровы. Теперь мы знаем, что большинство детей не нуждаются ни в какой стимуляции иммунитета. Все, что им нужно, это хорошее питание и свежий воздух. Ну а напоследок несколько советов. Если вы молодая мама и гуляете с ребенком в коляске, никогда не накрывайте ее накидкой. Так вы затрудняете циркуляцию и лишаете ребенка того самого свежего воздуха, ради которого вы, собственно, и вышли на улицу. Не стоит кутать ребенка, но обязательно проверяйте, не замерз ли он. Для этого достаточно потрогать носик. Если он замерз и покраснел, пора идти домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова